Когда-то в этом одноэтажном кирпичном здании располагалась электроподстанция. Потом со строительством новой в нем стали хранить инвентарь работники управляющей компании. Со временем строение поизносилось и стало портить не только облик микрорайона, но и настроение жителям окрестных домов. И вот это кирпичное здание совершенно непотребного вида. Мы с жильцами дома подумали и решили обратиться к нашему депутату, чтобы как-то облагородить. Вот Павел Русаков откликнулся на нашу просьбу. Изначально планировалось просто покрасить строение, но депутат Павел Русаков решил подойти к вопросу творчески. Я проработал с несколькими ребятами, кто занимается граффити и эскизы. Мы долго искали какое-то нужное нам необходимое решение, которое можно здесь, чтобы оно и социальную направленность какую-то отображал, и чтобы актуальные темы были сегодня. Ну и, соответственно, тренды для молодежи. Огромное спасибо партнерам из компании «Видная.нет» Александру Юрьевичу Ломакову, который поддержал эту инициативу и помогает. Цель проекта – это оказать благодарность, высказать свою благодарность самым важным профессиям и самым важным людям. На наш взгляд, это наши медики. Ситуация с коронавирусом это уже успела показать. Это учителя, которые воспитывают наше будущее поколение. Это пожарные наши спасатели, а также наши дорогие родители. Художники из творческой группы «Графикон» профессионально занимаются граффити уже более 15 лет. Только за прошлый год они выполнили около 120 проектов в Москве и Подмосковье. На предложение украсить своими работами Ленинский городской округ откликнулись с удовольствием. Я приехал сюда, то есть выслушал вкратце ТЗ, потом в течение двух недель подготовил макет, то есть вот сейчас вот то, что есть. И все всем понравилось, мы двигаемся дальше, вот его уже рисуем на стене. На создание четырех рисунков потребовалось 60 с лишним баллончиков с краской. Уже к вечеру жители улиц Школьной и Строительной могли любоваться новым ярким арт-объектом. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.